Многие задумывались о переезде в Европу. И здесь сразу встает вопрос, чем там заниматься, что там с работы, какие профессии востребованы в странах Евросоюза. В наших выпусках мы ответим на эти и другие вопросы, а еще расскажем о тех профессиях, которые доступны многим без сложной переподготовки. Например, работа водителем. Профессия востребована и доступна. Автотранспортные перевозки всегда нужны большинству предприятий. Если сравнивать работу водителя в разных странах Европы, здесь выигрывает Германия. Больше перспектив, выше уровень дохода. Кроме того, экономика именно этой страны достаточно мощная и в отношении транспорта. Как и везде в мире, водитель грузового автомобиля должен не просто добраться из пункта А в пункт Б, но и иметь знание о логистике перевозок. Желающие работать дальнобойщиком в Германии должны уметь загружать и выгружать груз, обеспечивать его сохранность, соблюдать дорожные правила и специфические нормы вождения грузового автомобиля. Шофер отвечает за чистоту машины, ее исправность, использует средства спутниковой навигации, вступает в деловые контакты при отправке груза и его получении. Конечно, важны и личностные, и профессиональные качества. Высокая скорость реакции, достаточно большой опыт вождения, выносливость, готовность долгое время сидеть за рулем тяжелого автотранспорта. Что важно, получить нужную категорию водительских прав можно только при обращении в немецкую автошколу, пакете документов заключения офтальмолога о хорошем зрении водителя, общее заключение о состоянии здоровья, права категории B по стандартам, принятым в Германии и удостоверение о знании основ первой медицинской помощи. Еще один важный критерий – наличие гражданства Европейского Союза. Водители, имеющие гражданство, могут рассчитывать на лучшие условия труда по сравнению с теми, кто имеет только трудовую визу. В описании под видео вы найдете информацию о том, как получить бесплатную консультацию о возможности стать гражданином Евросоюза. Работа водителем в Германии очень жестко контролируется. Время за рулем обязательно фиксируется, и это позволяет нормировать рабочий график. Грузовики не выпустят в рейс, если в них нет автоматических приборов, которые собирают полный комплект сведений. Конечно, у каждой компании свои особенные правила. Их обговаривают с водителем во время подготовки к получению прав, либо они прописаны в контракте. Однако некоторые общие моменты вполне известны. Шофер грузовика, который ездит по Германии, не может провести в кабине больше 9 часов в сутки. А за одну неделю в сумме можно находиться за рулем максимум 56 часов. При этом рабочее время за две недели не может превышать 90, а ежедневный отдых должен быть не менее 11. Оплачивается работа дальнобойщиков в Германии примерно от 7 до 12 евро за час. В южных регионах оплата выше, чем на севере страны. По отзывам самих водителей, самые низкие ставки на территории бывшей ГДР. Таким образом, средняя заработная плата водителя составляет минимум 500 евро в неделю. Конечно, кроме Германии, возможность работать водителем за границей есть и в других странах. И далеко не всегда это управление именно грузовиками. Например, в Финляндии очень не хватает водителей автобусов. Местным жителям такая работа кажется не слишком привлекательной, и государство вынуждено открывать расширенные возможности для иностранцев. Самая маленькая заработная плата – 2000 евро в месяц. Отработать нужно 72 часа в неделю. График сменный. О конкретной схеме сменности водителя договариваются с работодателем. Только при согласовании водителя руководство может направить его на смену в ночное время или выходной. Но необходимо владеть финским на приличном уровне и иметь права категории D. Вакансии для водителей за границей проще всего найти в специализированных агентствах. Автотранспортные компании в странах Европы не прочь платить приличные деньги, предоставлять отличные условия труда. Взамен требуется только добросовестность и наличие навыков. Кроме того, наниматели помогают в заполнении документов, подготовке рейсов и решают другие проблемы водителей. Главное, что привлекает людей этой профессии, это возможность увеличить свое благосостояние и получить достаточно интересную работу. Если учесть, что уровень социальных гарантий и трудовых прав в Западной Европе заметно выше, то выбор профессии очевиден. Ну и конечно же, это уникальный шанс посмотреть наш прекрасный мир. Если было интересно и занимательно, то нажми кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента. Субтитры создавал DimaTorzok